так заходим смотрим какой-нибудь красивый найдем сейчас тебе что-то такое кто-то уже присоединяется отлично а я теперь вот хочу себе что-то найти так что-то ничего такого себе не нашла здесь посмотрим что-то еще ну что ж ладно тут какая-то бонус я коричневая такая давайте будем в обычном режиме здорово что присоединяетесь эфир сегодня будет только лишь о бизнесе потому что мы не где-нибудь школе бизнеса вот и поэтому у меня всего лишь сказать час времени для того чтобы я вообще могла поделиться то что я знаю то что я умею и вот тогда вы знаете мне уже достаточно да я хочу представиться меня зовут люция бодридинова я являюсь партнером клуба инкрузис ранг у меня си и маркетинг-директор я в этом клубе год и четыре месяца вот и сегодня как раз хочу поделиться тем как же я вообще вот мне уже достаточно много лет мне больше 60 так я хочу поделиться а как же мы вообще проходили свой кризис в 90-е годы в 90-е годы мне было всего лишь 35 лет вот мне было всего лишь 35 лет да и мне казалось что я очень взрослая это я сейчас смотрю на 30 лет не 35 лет не сорокалетник да я думаю блин вашу вся жизнь впереди вот тогда мне казалось что такая уже знаете в 35 лет я такая гранддама да и вот она случилась и знаете случилось такое что просто-напросто вообще вот рухнула вся страна рухнулся сторона рухнул строй и мы там вообще остались один на один то есть каждый остался вот просто-напросто наедине со своей семьей и мы понимали о том что мы в принципе ты не нужны стране мы в принципе не нужны еще государство потому что они там между собой что-то такое бились они там между собой вообще делили власть и нам нужно было каким-то образом самим выживать но у меня как-то головы хватило и я понимала о том что а мы галька забыла сказать что мы в это время находились со своей семьей мне 35 лет у меня двое детей одной дочери 10 другой дочери 5 лет и представьте север мурманской область город оленегорск маленький городок где 60 тысяч населения где мы жили в градообразующем предприятии где вот он всего лишь рудник и если допустим этот рудник работает и он дает как бы работу есть деньги если нет то получается мы все не удел и как хотите так и выживайте то есть там вот не было такой какой-то государственной программы чтобы нас когда там нам помогали я не помню этого абсолютно я хорошо помню что вообще происходило вот еще блин так получилось что именно в тот момент с семьей с мужем у нас ну как бы так вообще разногласия серьезные произошли да и мы с ним расстались и мне пришлось просто-напросто дальше выживать одну я понимала что надо что-то предпринимать я человек вообще по жизни оптимист и я сказала все мы уезжаем башкирию мы поедем в деревню к матери я понимала что мы там вообще сможем сможем пережить вот эти очень тяжелые времена я взяла двух дочерей и мы уехали туда мы уехали туда и я понимала знаете как не то чтобы вот все моя жизнь закончилась да и что я теперь буду делать вот у меня не было такого у меня даже вообще в мысли никаких не было до абсолютно никаких мыслей не было о том что как-то может быть по-другому то есть я для себя конкретно четко очень хорошо выглядишь ну спасибо я для себя четко вообще понимала да что будет в моей жизни не всего был 35 лет представляете и вся жизнь была впереди вся жизнь моя вся жизнь моих дочерей до было вся впереди и я поэтому четко картину видела как это вообще все это будет да понятно что вот именно вот в этот момент в этот момент а в тот момент когда мы только приехали когда вообще на полках ничего не было все полки были пусть то сейчас как хорошо сейчас зайдите в любой магазин да хоть у нас и вы купили на три месяца вперед продукцию зайдите в каждый дом и наверное под ноги с не в каждом но через квартиру наверное запасы на два-три месяца есть да и все равно все завезли в магазинах все есть абсолютно до свежие огурцы и помидоры и яблоки в вплоть до арбузов в нашем магазине представляете даже арбузы по 300 рублей килограмм вот кто-то может быть и покупает не знаю я лично не покупаю то есть я хочу сказать вот в то время было так до выживали те кто те кто там картошку сажали там морковку так далее да но вы я хочу знать о чем сказать да вот мы же пережили этот период после этого прошло почти тридцать лет до почти 30 лет прошло и жить стали гораздо лучше но что я хочу сказать вы думаете в те годы не было тех которые говорили мы все умрем ничего не восстановится мы будем жить без денег вот сейчас заболеем сколько всего этого я слышала да сколько я видела людей которые просто-напросто уходили в небытие прям вот буквально вот маленький такой вот из эпизодик вот из этой вот из этой вот этой жизни да мне часто приходилось вот именно в этот период ездить между вот мурманской области горта ленигорск и в уфу потому что мне то отец умер как раз именно в этот же период у меня умер отец а вот это ж нужно было такому случиться да то есть я ездил там чтобы с ним проститься так и мне не самолетами летала ездила поездами и мне самый страх был знаете где находиться больше всего я боялась находиться на московских вокзалах потому что мне там была пересадка вот и вот в одну из такой поездок да я просто за два месяца несколько раз туда-сюда съездила в одну из этих поездок очень хорошо это моя история в глаз перед глазами до сих пор стоит то есть там когда вообще на вокзале находишься ты там тебе негде было на казанском вокзале негде было вообще тебе пройти там вот люди очень многие те которые потеряли жилье куда они ехали они вообще вот ехали да я всех приветствую все это сразу прям вот начала я всех приветствую я рада видеть такое количество людей просто прям большая вам благодарность что зашли для того чтобы послушать да вот и вот на этом казанском вокзале да огромное количество людей которые остались вообще без жилья они сидели на ступеньках. Они тут же ходили в туалет. Вообще вот эти запахи. До сих пор прям вот я... Сейчас я когда приезжаю вот на этот Казанский вокзал, думаю, боже мой, это вот тот же самый вокзал. Ничего там особенного не изменилось, да, в строительстве. Но там теперь, конечно же, все чисто. И вот я сижу, я сижу, это самое, ну, на каком-то сидении, да, пережидаю, когда же мне будет следующий мой как бы поезд, да, для того, чтобы уже ехать в Уфу. И чувствую какой-то такой вот, ну, запах такой неприятный, да, вот так вот поворачиваюсь, прям вот знаете, как сейчас, как будто бы вижу, да, и рядом со мной сидит непонятно что-то такое, да, одетая вот апрель месяц, то есть уже тепло, мы в каких-то курточках только лишь, да, а это в какой-то такой зимней одежде, какой-то, какая-то шаль на голове, да, сидит, ну, скорее всего, это была женщина, да, и вы не представляете, полностью вся в ши. Вот в ши просто-напросто, вот, ну, в ней кишат вот так вот, да, как будто бы это, вот, если представьте, это муравейник, вот это муравейник, да, огромное количество вшей. Я вот так сидела и думала, господи, что вообще происходит, что происходит с людьми, почему они вот именно так, да, почему у них нету, что у них нету, силы нету, воли нету, мечты никакой нету, цели никакой нету, у них что, детей нету, родителей нету, они о себе совершенно не хотят позаботиться то есть у них будущей жизни нету что они вот так вот раз и ну до такой степени опустили что просто сидят на вокзале да для того чтобы переждать хоть что-то да вот вот это было на самом деле ужасно смотреть вот на это было ужасно смотреть там люди просто спивались кто-то там кто-то в наркотики уходил да то есть было вот это время друзья мои вот оно на самом деле было и те кому те кто люди моего поколения да хорошо помнят но я что хочу сказать да естественно огромная масса людей огромная масса людей да которые взяли ответственность за себя взяли ответственность за своих близких за своих родителей за своих детей да и сказали нет ушки жизнь она одна и поэтому мы будем выживать потому что когда дана жизнь да вот необходимо все сделать для того чтобы вот жить как вот я себе допустим тогда я себе поставила такую цель да потому что я тогда говорила я буду жить причем я не буду жить какой там серый какой-то жизнь да я себе сразу ставила я буду жить яркой красивой сочной вкусной замечательной жизнью вот и детей я выращу и сама я никуда не пропаду хотя было очень сложно вот поверьте на самом деле было очень сложно да потому что уехали а где деньги то денег нету сократили тогда нас всех сокращали вообще на севере сказали ну куда мы нам нечем платить и нас посокращали да и мы поехали и нам нужны были деньги и даже вчерашнем посте писала о том что да не было денег но это же не значит что теперь нету никаких возможностей конечно же возможности были да и что я допустим вот сделала что я конкретно стала делать вот в этот момент мне кто-то предложила голь слушай а я на тот момент даже не предполагала я же привыкла работать вообще вот в обычно обыкновенным человеком в найме пришел на работу до шести часов отработал да тебе заплатили деньги на севере вообще было все шикар даже не представляете в те годы на севере в узкой области мы настолько красиво шикарно жили да а потом вот так вот все взяло и рухнул я поэтому не готова была к этому но когда мне сказали слушай вот оказывается можно поехать купить товар оптом да и потом можно как-то это реализовывать я думал так я попробую то денег не было я у кого-то заняла деньги 300 рублей хорошо помню тогда вот какими-то были деньгами не помню помню что был 300 рублей вот поехала в челябинск а там есть такой зеленый рынок он до сих пор представляете зеленых рынок работает я когда туда приезжаю не всем как-то интересно посмотреть как там вообще сейчас купил огромную клетчатую сумку наверное все это помнят такие огромные сумки да накупила всякого шматья мелочевки трусы без холтера какие-то колготки помады какие-то крема да очень целую сумку какие-то гетры какие-то там кофточки в общем вот это все такое китайской китайской да вот приехала к себе в этот поселок той мазинском районе где жила у меня мама поселок нижний троицкий может кто-то знает может не знать да вот в этом поселке да что мне оставалось делать мне конечно где-то был такой жим-жим да думаю как я сейчас буду да потом думаю а какая вообще разница какая разница потому что ты все это делаешь ради чего-то да вот и что я вот так вот беру значит да вот это вот кто-то пишет я из челябинск вот здорово поэтому вы знаете что такой зеленый рынок вот я просто-напросто вот брала эти вещи да я работал вот видите как здорово вот я брала эти вещи да вот и ходила просто-напросто по дворам мне было все равно вот абсолютно у меня вот не было никакого то чувство стыда да что вот я вот теперь вот такая вот хожу и кстати напишите кто из каких городов будет на самом деле интересно посмотреть да вот я хожу вот это все продаю да кто-то купил помады кто-то там купил я не знаю там какие-то ножницы кто-то купил колготки да но за определенное время я продала я не стесняясь говорю я делал на оценку в два раза то есть я под это сам закупилась на 300 продала на 600 самые представляете вот сожевск люди да со стилитомак отлично то есть самый обыкновенный такого традиционный бизнес купи-продай купи-продай вот и при этом получала конечно же огромное удовольствие я просто поняла что да действительно это возможно но я понимала о том что я не могу жить вот в этом о даже из душам бы здесь есть люди классно вот я понимала что так не может продолжаться очень долго я понимала что у меня есть совсем другие амбиции по жизни да я знал о том что у меня есть определенные способности из краснодара спасибо вам большое что вы все присоединились до к этому эфиру и я решила что мне нужно двигать дальше ближайший город где можно на самом деле развиться это было уфа и я туда поехала я туда поехала дети у меня отверстывались деревни я туда поехал так и я понимала о том что мне надо что-то делать и я тогда просто-напросто всем своим а я училась закончила институт в уфе то есть получается через 15 лет после окончания института я возвратилась вот в эту фута я стала обращаться абсолютно ко всем своим знакомым к бывшим сокурсникам там к своим каким-то родственникам да ну то есть такие как-то близких людей вот так то если подумать у меня в уфе не было но у меня была цель 1 у меня была цель что мне необходимо чтобы мои дочери закон получили высшее образование именно в уфе не где-нибудь в общежитии чтобы жили да а именно чтобы вот они в уфе получали образование и я говорила мне все равно где работать когда я уже знаете потаскал вот эти вот мошкири за день провала 4 тонн муки давлика у нас примерно вокруг уфе вот тут там продавал да вот я попростно ко всем обращался говорила мне все равно где работать мне самое главное чтобы мне платили деньги чтобы мне платили деньги так пусть я пойду работать продавцом уборщицы за станком там каким-то менеджером да мне было все равно абсолютно потому что передо мной стояла что стояла цель задача что я должна перевести в уфу своих дочерей и мы должны обязательно здесь учиться работать и так далее мне крупно повезло я могу сказать я выходила просто в какие-то моменты я может и плакала до был такие моменты что я и плакал да я выходила вообще я выходила на улицу вот именно по ночам да я выходил на улицу да я вообще такой верующий человек всегда была верующим человеком я выходила просто руки поднимал вот так вот так небо да и говорила господи помоги господи придумай какое-то решение дай мне дай мне силу дай мне вообще, дай мне ясность моего ума, помоги мне. И вы знаете, как вот, и вот все получилось, да, я понимаю, что вот и Бог мне помог, и Вселенная помогла, да, и я своими усилиями, своим прям вот таким вот неуемным желанием, что ли, да, вот именно сделать жизнь красивой, да, для себя, там, для детей. Так получилось, что я случайно-случайно увидела объявление в газете, на это место было 60 человек приняли меня. Вот после этого жизнь, конечно, стала вообще совершенно по-другому разворачиваться, но вот этот вот, этот вот период, да, в моей жизни, он вообще, он вообще присутствовал, и я очень хорошо помню. Я благодарна, просто безмерно благодарна своей маме, безмерно благодарна своему брату, да, которые в те годы нас с моими дочерьми к себе приютили, к себе приютили, так, и мы там картошку сажали, там, не знаю, там еще корову, мы там еще кто-то держали, то есть мы вот в тот момент выживали таким вот образом. Сейчас такой особой необходимости нету, знаете, то есть сейчас нам, у нас нет такой прям вот дикой необходимости, что мы там остались без продуктов, что мы там вообще остались без копейки денег. Я говорю о том, что это в те годы деньги и обесценились, что только с ним не произошло, да. Вот у нас на сегодняшний день они деньги все на месте, они никуда не делись. В нашей стране деньги там прям вот не обесценились, они не стали из рубля, там, 10 копеек или, допустим, не стали там из 100 рублей, 100 тысяч, как это было тогда, да. То есть деньги как есть, так и есть. Они их никуда не увезли, их не сожгли, мешками их не собрали, куда-то там в землю не закопали. Они все у нас находятся в нашей стране. Поэтому, когда у кого-то какая-то паника, что что с деньгами, как я буду жить, да вы понимаете о том, что деньги все на месте. Другой вопрос. Надо понимать, как теперь вот эти перераспределения денег, каким образом будут идти. Вот даже люди из Ташкента есть. Ой, как здорово. Вот. Другой просто-напросто вопрос, да, как теперь вот эти деньги будут у нас, какое будет перераспределение вообще вот эти, какое будет перераспределение. И я это вижу следующим образом. Смотрите, вообще сейчас многие говорят, и это естественно факт. И это не просто так вот, как бы разговоры на кухне, да. И это факт о том, что сейчас нужно вообще, ну, мы знаем о том, что мир уже прошлым не будет, как бы мы не хотели, чтобы это был опять, допустим, декабрь 2019 года, да. Все прекрасно понимаем, как это было классно, как это было здорово, там, встреча Нового года, как мы мечтали, что такой шикарный год пришел, 2020, да, что это две четверки, это принесет нам какие-то такие вот изменения. Да, изменения произошли. На самом деле изменения произошли, так. Но мы понимаем, что не будет так, как было раньше. Будет по-другому. Но будет по-другому. Будет по-другому, так. И я знаю, что любые изменения, они всегда в лучшую сторону. Я просто вот эти все кризисы проходила, да, проживала. И я лично на себе, у меня всегда было лучше. У меня всегда было, как-то я статус свой все повышала и в работе, да, и с деньгами всегда было хорошо. То есть просто-напросто нужно вот в этот момент, да, не паниковать, не стрессовать, не уходить в какие-то загулы, да, не думать о том, что, блин, все пропало, как теперь мне дальше жить. Все будет нормально. Самое главное, ну, стоять очень стойко, так. Вот сейчас просто хочу перейти как раз вот в тему, да, почему вот на сегодняшний день, там, допустим, уходить в сетевой маркетинг, почему именно вот эту вот систему бизнеса MLM, почему необходимо именно сегодня вообще вот применять. Очень многие люди, и это не секрет не для кого-то, 80 процентов, наверное, людей, да, которые любят обычные традиционные бизнесы. Я сама точно так же очень любила. Вот. Классно, Марин. Ты-то, я знаю, что ты не паникуешь. Здорово. Ты у нас вообще молодец. Вот. Все, вот, я сама очень-очень просто-напросто, да, всю свою жизнь занималась традиционным бизнесом. У меня, я была директором очень крупного серьезного ресторана, так. У меня были собственные бизнесы. У меня было вообще, честно говоря, три ОО и одно ИП, да. Я вообще много чего в жизни успела по, ну, как бы, вот, по пользу, ну, испробовать, что ли, будем говорить, да. Много чем вообще занималась. И каждый бизнес был просто, вот, шикарным абсолютно. Вот у меня был бизнес, связанный с Китаем. Я там практически три года жила, туда-сюда вот ездила. Мы там брали ткани контейнерами, да, привозили их в Уфу. Здесь, то есть для меня Китай, это не по наслышке, знаете. Я объездила Китай вдоль и поперек. Была на огромных количествах вообще заводов, на фабриках, да. Видела вообще все производство, видела, как вообще китайцы живут. Сколько там вообще народу, просто неимоверное количество. Это у меня было в начале двухтысячных годов, где-то 2003-2005 как раз. Вот последний раз я была там в 2008 году. Я знаю не по наслышке вообще о достижениях в Китае, что там. Тогда у меня тогда-то вот такие были глаза, когда я смотрела, думаю, боже мой, Китай, как ты вообще развиваешься, нам до тебя вообще еще не знаю сколько шагать и шагать, да. А сейчас тем более, сейчас тем более, так. Вот. И вот я просто продолжаю, да. Какие вот бизнесы. В Китае вот мы ездили, ткани привозили оттуда контейнерами, так. А здесь уже просто-напросто шили постельное белье. И то у меня было не собственное производство, а я давала в работу отдельному швейному цеху, так. Они шили постельное белье. И я тогда, получается, вот сумками помню. Также вот это у меня, видимо, знаете, судьба с сумками ходить. И ездила я по санаториям, по всем гостиницам, Башкирии, Челябинской области, Татарии, всего этого, Кавказа, там всякие Пятигорска, вот есть Интуки, там Кисловодск, вот. То есть мы там, получается, продавали, то есть ну как бы принимали заказы и туда отшивали, получается, да. Как постельное белье, там одеяло, всякие шторы и так далее. Все, что касается постельного белья. Вот. Потом был прекраснейший вообще бизнес у меня. Строительство, коттеджи, да. В государственной программе участвовала. Порядка шестидесяти коттеджи построила. Какое-то было счастье. Вот она тебе выдает сырую землю весной, да. И ты уже к сентябрю поднимаешь вот эти вот дома. Несколько лет уже это было. Это все были собственные бизнесы. Но вы понимаете, приходит какое-то время, когда ты настолько уже устаешь, потому что ты в ответе абсолютно за все. Ты в ответе за аренду помещений, за покупку материалов, да, за людей, которых ты нанимаешь, за то, что нужно им заплатить налоги, да, за какую-то, тебе необходимо это, давать какую-то рекламу. То есть ты за все, вообще вот за все за это в ответе, да. И приходит время, да, когда ты посчитаешь, говоришь, все, я больше не могу. Я больше не могу, я закрываю. И я тогда, еще такое случилось, что там у нее вот, ну, как бы мама умерла, да. И я просто на полгода уехала к ней для того, чтобы просто вот за ней ухаживать последние месяцы. И вот она там на руках у нее умерла и так далее. Как раз в это время я закрывала все свои предприятия и понимала, что, а что-то же надо продолжать делать. То есть вот кризис не кризис, а надо опять куда-то выходить. И я опять вышла, и я опять пошла в наем. Я пошла в наем, да. Я пошла работать управляющей сетью магазинов. Вначале это было три магазина, потом за девять месяцев стало двенадцать магазинов, я их тоже подкрывала, так. И я понимала, да, мне платят я эту самую зарплату. Каждый месяц я получала по пятьдесят тысяч, но сил просто уже не было. Из меня вот так вот просто вот так вот все соки выжили. Это я сейчас вот такая, знаете, сижу здесь такая вот, улыбаюсь и так далее. Все четыре месяца провела на зимовке. Тогда на меня было страшно смотреть. И я тогда понимала, что либо я сейчас вообще через два месяца у меня будет инсульт, потому что я уже все конкретно уже села. Скорая помощь, таблетки, уколы, да. Либо я ухожу. Вот. Люци для всех нас огромный пример. Вот. Я... Спасибо, Марина. Я сказала, все, я ухожу. Я так больше не могу. Моя жизнь, потому что для меня самое главное моя жизнь. Деньги-то хорошо, но жизнь это все равно вот нужна она. Без нее... То есть если ты вообще это самое... Больной кому-то вообще нужен, никому-то не нужен. И я оттуда ушла, написала заявление, да. Какое счастье, что я это сделала. Уехала там сколько-то месяцев в Америку, потому что дочь живет в Америке. Я туда уехала, так. И потом, когда я возвратилась уже, сейчас как раз буду переходить к тому, что же потом, какая же прекрасная вообще возможность, потому что я эту возможность искала. Около двухсот у меня людей. Вот. Вот. Эту возможность... Вот. Я искала вот эту вот возможность, да. Лиля, спасибо. Вот. Эту возможность я искала и думала, что-то вообще должно поменяться в моей жизни, да. Так больше жить... Это самое... Я слышу вашу историю. Вы молодец. Спасибо. Вот. Я понимала, что так жить невозможно. Да. Мне уже под 60 на тот момент было, да. Мне уже было 59 лет, когда я возвратилась с Америки. И я понимала, так. Да. Мне еще очень мало лет. Я понимала, что еще вся жизнь впереди. И я хочу чего-то интересного, чего-то нового, да. И вот в это время пришел энкрузис. Господи, как я благодарю его за то, что он пришел в мою жизнь, да. Как я рада, как я счастлива, что я нахожусь вот в этой вот команде единомышленников. Как я счастлива, что здесь люди, да, просто сплошной позитив. Особенно сейчас вообще происходит, знаете, такое вот сито. Сито между людьми сейчас происходит, да. Сейчас вообще каждый из вас, наверное, может сказать, что сейчас вообще вот отсеиваются люди. И мы понимаем, вот сейчас, когда все сели, да, прям перепрыгивай с одного на другого, чтобы все успеть сказать. Это самое. Люди сейчас, они вообще вот знакомятся, какой ты сам настоящий. Обычно же некогда. Ты же все время бегаешь, 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 да. И сейчас, и сейчас как раз вот видно, кто что есть. То есть ты сейчас знакомишься сам с собой, так. Вот. И я поэтому настолько благодарна клубу. Думаю, какое счастье, что вообще вот это пришло в мою жизнь. Я благодарна своей дочери безмерно, Эльвире. Ну, многие ее знают, это Эльвира Смирнова, так. Которая мне подарила вот партнерство в клубе. Она мне подарила партнерство, так. И я человек, человек, и я человек, который, который видит, в общем-то, возможности, да, на интуитивном уровне, или просто понимает, так это то, что ты искал, в общем-то, в своей жизни, да. Что может быть вообще, в принципе, лучше? Путешествие плюс онлайн-бизнес. Просто что необходимо было сделать? Просто нужно было обучиться. Конечно же, нужно обучиться. А не так, что я имею огромный багаж своего вообще в своей жизни. Да, я его, на самом деле, имела в традиционном бизнесе. Я могу сказать, что я, ну, прям вот не то, чтобы ас, да. Вот. Но от всей души так, Люция, я вас благодарю. Спасибо огромное, что вы мне пишете. Мне прям очень приятно, да. Вот. И я вот понимала, что пришел тот бизнес, да, который я вообще вот могу взять, использовать, и не просто для себя, не просто для себя. Я его стала предлагать всем своим знакомым, всем своим друзьям. Потом думаю, так, понятно, что свои люди вообще там заканчиваются и так далее, да. Что нужно делать, да? Нужно, значит, чтобы были социальные сети, социальные сети, чтобы ты мог вообще предлагать вообще другим, чужим, которых ты вообще не знаешь, да. Но у тебя огромная потребность делиться. Вот у меня такая потребность, она вот сейчас особенно вообще во мне проявилась, да. Я в день провожу по два-три эфира, и я не устаю. У меня откуда-то вообще, вообще откуда-то силы берутся, да. И мне вот хочется об этом говорить постоянно. Я об этом все время говорю и говорю, так. И здесь я решила, что, конечно, нужны социальные сети, так. Ну, там понятно, что вела там ВКонтакте, там, в Одноклассники. Что мы там делали? Какие-то картиночки какие-то, значит, там, кого-то что-то репостили, да. Тут я понимала, нет, этого мало. Нужно посмотреть, а какие же социальные сети рулят, так. И я понимаю, что социальные сети какие. Ну, конечно же, Инстаграм, так. Я взяла, обучилась, я всего лишь две недели училась вот этому Инстаграму. Вообще, ну, я люблю как бы учиться, видимо, все-таки. Вот, ну, не знаю, я всех призываю учиться, да. Во-первых, не будет никакого альцгеймера, там, еще каких-то болезней, так, да. И поэтому я сказала для себя, так, Инстаграм, оказывается, я там зашла, посмотрела, да, там столько всяких, люди чего только не пишут, да, думаю, а я-то чем хуже, да. Я обучилась этому. Я вот взяла, научилась, да. И теперь ежедневно я выкладываю обязательно посты. Ежедневно я выкладываю какие-то сторисы, да. Все свои путешествия, какие у меня были вот за это время, а у меня их было, когда я только, я года четыре месяца в клубе, да. Я просто счастлива безмерно, вот безмерно счастлива, да, что я за это время, да, успела многое. А что я успела? Я успела съездить в три своих бесплатных круиза. Я посетила 11 стран. Я посетила три континента, это Америка, Европа и Азия. Кто вообще в своей жизни может, вот какая пенсионерка в своей жизни, да, может этим похвастаться? А я могу. Я с гордостью об этом говорю, о том, что я вот это все успела, я хотела сделать, да. И команду создала, и команду создала, и деньги теперь зарабатываю, и использовала все возможности самого круизного путешествия. То есть я съездила куда только было можно, так. Мало того, после круиза я не стала возвращаться сразу домой, это был декабрь месяц, и я просто-напросто поехала дальше. Я поехала на Бали, потому что там меня уже ждала моя семья, моя дочь, значит, внуком, да. Мы просто решили, что мы минимум четыре месяца проведем на зимовке. И представляете, я, вот такая взрослая женщина, так, я смогла полностью, так как я имела хороший доход уже в ангрузисе, так, я смогла полностью тебе обеспечить вот эту вот зимовку. Это и Сингапур, это и Бали, это как в Малайзии и Таиланде. Я буквально там сколько-то недель назад возвратилась из Таиланда. Вот. Я обучалась самостоятельно, но, естественно, я проходила через марафон. Есть такой шикарнейший марафон. Я не знаю, на сегодняшний день, буквально еще месяц назад заходила Алиса Макарова. Алиса Макарова лучшего я даже не могу предложить. Вот она настолько, настолько она грамотно вообще всех нос научила, да, но там было очень жестко. То есть нас, допустим, в моем потоке было у нас 350 человек, по-моему, да, было всего лишь 13 дней, на 13-й день нас осталось 50 человек. То есть, понимаете, что 300 человек просто взяли и слетели, да. Ну, слетели по какой причине? Потому что это было для них не первоочередное, не настолько это было важно, да. Лично для меня это было очень важно, поэтому я, несмотря ни на что, да, я полностью прошла обучение. Вы знаете, как было страшно выходить в эфир? Просто думаю, ну как я в это в эфир? А вдруг я некрасивая? А вдруг я не так говорю? А вдруг у меня какие-то зубы, да. Каких только не было в голове вопросов, я думаю, что очень у многих эти вопросы сидят, да. И вообще вот людям вообще кажется, что ты прям вот твоя внешность так сильно влияет. Друзья мои, совершенно нет. Совершенно это не влияет. Ну, конечно, я вот сейчас провожу эфиры, да, я утром, конечно, встаю там, причесочку сделаю, там, макияжик, да, одеваю там какое-то украшение. Я просто очень люблю всевозможные украшения. Обязательно их я одену, вот. Но не это самое важное. Важно то, о чем вы говорите. Важно то, чтобы у вас было желание делиться всем вот этим, вот. Чтобы у вас было желание делиться, так. Поэтому Инстаграм на сегодняшний день очень рулит. У меня практически 30% моей команды, откуда, думаете, пришли? Они пришли с Инстаграма, они пришли из Инстаграма. Поэтому не стесняйтесь. Просто-напросто открывайте свою душу, открывайте свое сердце, да, и пишите. Потому что люди, они, конечно, приходят на, как его, на инкрузис, естественно, приходят, да. И сейчас этим забито очень много, очень много у кого чего, да. Но, в принципе, вот к вам люди приходят, на вас, на самих, на вас, на самих. На вас, на самих, да, кто вы, что вы за человек, да. Открывайте, показывайте себя. Прям вот не стесняйтесь вообще вот именно себя раскрывать, да. Рассказывать свою любовь, вот именно, почему вы именно, допустим, вот в инкрузисе. Вот, так как мне тоже 61 и у меня. Вот, почему вы именно в инкрузисе, да. Вот рассказывайте вот эти все ценности, которые именно вот в нашем клубе, да. Вы рассказывайте, людям это настолько интересно. Не жалейте своего времени. Не думайте о том, что, ой, я вот здесь всего лишь там час побуду, все остальное время где-то буду в другом месте. Если вы определились, что вы именно здесь, да, тратьте здесь время. Потому что вот это, вот это потраченное время, да, потраченное время, вот, оно обязательно вам потом возвратится. Оно возвратится в качестве благодарности от людей, которые, вступив в клуб, ездят путешествовать, да. Они возвратятся деньгами. Потому что вы, когда увеличиваете команду, конечно же, у вас увеличивается ваш статус. Вы становитесь директором следующего уровня, и вы уже получаете деньги. Поэтому вот открывайте сердца, открывайте свои души, пишите, пишите, как вы любите, как вы приглашаете. То есть вот всю душу сюда вкладывайте, и люди обязательно начнут к вам приходить. Ваши люди, они никуда не денутся. Просто находите способы, как с этими людьми взаимодействовать. Мало того, вот сейчас мне что нравится в нашем клубе, да, особенно это как только мы сели на карантин, насколько же активировалась работа вообще в клубе, насколько активировались все наши лидеры, насколько я им благодарна. Это просто, знаете, когда я слушаю там Маталыцкую, когда я слушаю там Казанскую, когда я слушаю Майкла Хачеса, да, и еще многих-многих-многих людей там Ками, пока нет никого в команде. А пока нет никого в команде, так, что, значит, необходимо обязательно самому обучиться, сто процентов обучиться, так, для этого вам необходимо буквально несколько дней. Просто с утра до вечера посидите, финансовую грамотность там почитайте, вот, и потом к вам люди начнут приходить. Составляйте списки, звоните им, рассказывайте, приглашайте. От того, что вы просто сидите и никого, допустим, вот у вас нету в команде, да, это не значит, что это будет всю жизнь. Просто-напросто необходимо учиться. Вы думаете, какие у меня книги на столе лежат, видите, да? «Деньги в сетевом маркетинге». Я читаю эту книгу. Я считаю, что достаточно вообще двух книг вообще в жизни для того, чтобы влюбиться в сетевой маркетинг. Это вот, вот, это вот как раз Довлатов Саид Мурат, как раз вот «Деньги в сетевом маркетинге», да? И вторая книга, это, ой, как его, господи, напомните, «Квадрант денежного потока» Роберт Киосаки. То есть вот эти два человека, да, для меня, которые являются прямо вот учителями, вдохновителями именно в сетевом маркетинге, потому что я как раз здесь вообще увидела движение всех денег. Я просто понимаю, что почему нужно именно работать здесь, да? А почему нужно работать здесь? Вот, допустим, сейчас прямо вот в наглядную показалась ситуация. Когда ты работаешь в найме, да, ты работаешь в найме, вот, только произошел вот такой вот кризис, и что происходит? И что происходит? Людям взяли и сказали, вы уволены. Вы знаете, что вчера в Уфе, в Транстехсервисе, тысячу человек уж уволили. Тысячу. И эти люди просто-напросто, вот они остались, да, за воротами. Им сказали, извините, вы были хорошими, наверное, сотрудниками, да, но мы сейчас не можем вас содержать. Все. У нас сейчас нет такого объема работы. Я думаю, что сейчас не будет такого вообще повального покупки тех же самых автомобилей. А их у нас, представляете, какое огромное количество автосалонов, да? Это тебе столько всяких марок. Понятно, что сейчас будет вообще урезание всего вот этого, надо понимать. Вот. А что происходит в сетевом маркетинге? А мы как раз и говорим, то есть там увольняют, да, а мы говорим, идемте к нам. Мы, допустим, вот я, например, да, вот у меня Марина, к примеру, партнер клуба, да, я же ей не плачу из собственного кармана. Я ей говорю о том, что, Марин, а ты заключи-ка договор с нашей компанией, с круизным клубом «Мэнкрузис», так? Так, пройди все обучение и используя свои навыки, свои знания, свою харизму, свое желание вообще двигаться, да, используя свое желание вообще обучаться, имея огромные цели, имея огромные желания, давай, строй команду, а я тебе помогу. Я знаю, как это делать, я знаю, как это делать, так? Поэтому вот сейчас кто говорит о том, что если нет людей, это значит, что у вас в самой на сегодняшний день нету силы, нету уверенности, нету уверенности, да? Поэтому я сейчас вот как раз я хочу перейти к чему? К тому, чтобы был вообще успех у человека, да, чтобы был успех в его бизнесе, вот для того, чтобы был успех, то всего лишь, друзья мои, три составляющих, всего лишь три составляющих. Первое – это уверенность в себе, второе – это уверенность в продукте и третье – это уверенность в компании. Так вот, что же такое уверенность в себе? Вот эту уверенность в себе, да, каждый человек может развить самостоятельно. Что для этого необходимо? Для этого нужно, конечно же, повышать, работать вообще во всех направлениях, да, то есть работать где-то, повышать свои лидерские качества, да, то есть прокачивать лидерство, да, обязательно свои вот эти вот знания по маркетингу, знания вообще по финансовой грамотности своей прокачивать, так, потом прокачивать свои человеческие вообще качества, то есть прокачивать человеческие качества, да, то есть проявлять какую-то свою заботу, доброту, то есть быть в позитиве. Это все сейчас несложно. Почему несложно, да? Вы заходите на YouTube и, допустим, вот буквально просто напишете, да, как прокачать свое там лидерство, как уйти от каких-то страхов. Господи, вам просто-напросто выйдет масса всего, да, и вы берете вот этого, да, и кого-то, вы выбираете какого-то, допустим, человека, какого-то тренера, который вам по душе, да, и просто-напросто полчаса в день этим занимаетесь. Допустим, прокачиваете свои какие-то финансовые вообще грамотность, да, аналогичная ситуация, да, берете туда же, заходите и смотрите, так, как мне быстро вообще вот этому всему научиться, так, и масса книг вам вот выходит. Но мне достаточно вообще две книги, если, допустим, я занимаюсь конкретно сетевым маркетингом. Но понятно, что мне еще интересно вообще знать, что же происходит в финансовом мире, да. Я захожу, и, к примеру, мне очень нравятся там те, которые вот ведут синергию, да, вот я, собственно, когда побывала в сентябре в прошлом году в Питере, вот на этом огромном форуме синергии, да, вот в этой «Газпром-арене», и я просто настолько восхитилась вот этими людьми, такими как там Игорь Рыбаков, человеком, который, в общем-то, живет, жил тут недалеко от нас, родился и жил в Магнитогорске, так. Я просто теперь смотрю их, я их читаю, я их смотрю, я смотрю вообще тенденции к чему вообще, куда что иду, да. То есть я в любом случае нахожусь на плаву, то есть я не сижу там, это самое, на диване, там, допустим, не забилось и думаю, что же вообще произойдет, да. Я, естественно, наблюдаю за что происходит. То есть получается, что я просто-напросто вот свои навыки повышаю, 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 тем самым я становлюсь достаточно сильной личностью, да. То есть я уверена очень в себе, уверена во всем, уверена в том, что я, у меня есть стержень внутренний мой по жизни, так, у меня есть люди, которые рядом со мной, я грамотно вот в этом-то, и я могу за собой вести людей. Друзья мои, это может каждый абсолютно. Главное захотеть. Я вообще за свою жизнь, начиная с 50 лет, потому что у нас только, ну, эра всяких тренингов, да, началась в 50 лет. И я опять-таки взяла вот это вот на себя, и вот за эти 10 лет, там, за 11 лет, да, я прошла массу разных тренингов. Вот все, что только было можно пройти, да я прошла, всякие лидерские какие-то программы, какие-то женские тренинги, коучинг, там, тет-эхилинг, я абсолютно все вот это вот прошла. Я же находила для этого время, и работала, находила время, значит, каждый может найти, согласитесь. Потому что у меня такой девиз, если это сделать могла я, значит, это может сделать каждый. А особенно в это самое, в сетевом маркетинге, там вообще принцип дублицирования, там принцип дублицирования. Вот. И следующее, в нашем продукте. Ну, скажите, уверенность в нашем продукте, то есть мы поговорили с вами про уверенность самого себя, да, как можно себя прокачать, то есть этого, если, допустим, вы сами не знаете, вы просто вот обращайтесь к тем, кто, допустим, вот вас приглашает, кто-то может, вот. И они вам помогут, потому что все лидеры у нас в компании, да, это прокаченные люди, это сильные люди, это люди, которые вообще владеют какими-то техниками. Мне настолько нравится, что у нас здесь то коучи, да, очень многие вообще рейки, очень многие рейки. Кламбета не проходили. Я, естественно, это все прошла, в эту самую лидерскую программу я прошла еще 11 лет назад, когда мне было только исполнилось 50, я проходила ее у Натальи Юнаковской, кстати, у меня завтра будет с ней прямой эфир с Натальей Юнаковской. Психолог, просто суперчеловек, для меня это просто, вы знаете, человек номер один в мире, который вообще взял и развернул мою жизнь. Это вот как раз была Наталья Юнаковская, с ней завтра будет эфир. Продолжим по поводу уверенности в нашем продукте. Ну скажите, кто на сегодняшний день не любит путешествий? Есть такие люди, есть, но их настолько мало, основная масса людей любит путешествовать. И в сфере путешествий, вот номер один вообще, да, это, конечно же, круизное путешествие. Не буду рассказывать все преимущества и так далее. Сейчас здесь находятся все партнеры, и они знают, что это такое круизное путешествие. Так, поэтому как-то сомневаться, сомневаться, что что-то в нашем продукте не так, это просто нужно будет, ну, я не знаю, это просто невозможно сомневаться в этом. Вот. Поэтому уверенность в нашем продукте, да, прям где-то на сто, на тысячи процентов, на сколько угодно, но никак не менее ста процентов. Потому что я сама лично была в трех круизах, и, наверное, более лучшего отдыха я в своей жизни не видела на самом деле. Так. А следующее – это уверенность в компании. Уверенность в компании. Я настолько счастлива, что я нахожусь именно вот в этой компании, да, именно в американской компании. Потому что, ну, как-то для меня вообще любая американская компания – это мощь, это сила. Я вот уже говорила о том, что я временами уезжала в Америку, у меня там живет дочь, я там месяцами жила. И я вообще видела, что там в Америке происходит, и я вообще понимала, что это такое сильное государство. Это государство, которое там не бросает своих людей. Вот. И какие бы там бизнесы ни проводились, эти бизнесы все очень мощные и сильные. И сетевые в том числе, и даже не то, что в том числе, да, а вот в первую очередь, я бы даже сказала, да, возьмите такие компании, как там Amway, Mary Kay, там, Herbalife, которые десятки лет уже на рынке. И это говорит о том, что настолько устойчивая, настолько устойчивая вообще вот эта сама по себе модель сетевого маркетинга, да. Ну, понятно, что и товар у них все это хороший, все замечательно раз столько лет на рынке. И они развиваются постоянно, вот. Вот. Но я вот именно как раз вот рада, что нахожусь именно в компании круизного клуба Incruzis под руководством Майкла Хачицына. Ну, как это вот, вот это же такое счастье, да, именно сейчас, когда вот в кризисное время, и ты понимаешь, что у тебя у руля стоит человек, антикризисный менеджер Америки. Тот человек, который вообще вытаскивал очень многие предприятия вот из этих кризисов. Это же так здорово, что он, человек, владеющий всеми этими навыками, да, имеющий в арсенале такое огромное количество всего того, всего того, что вообще вот можно применить, да, он для нас сейчас вот это все применяет. Представляете, в то время, когда очень многие компании сейчас урезают, уменьшают, увольняют, да, у нас наоборот, у нас только прибавляют, я прохожу кламбеты, здорово, вот, или проходит кламбеты, да. Вот, у нас как раз в компании, что происходит? У нас как раз проходит увеличение. Именно с апреля месяца, да, у нас прекрасное просто предложение по увеличению, это, сам, наших доходов на 50%, но это же такое счастье. Просто используйте свои знания, используйте свою энергию, используйте самого себя, используйте свою харизму, используйте время. Просто доносите до людей, и обязательно люди будут к вам приходить. Я вот так счастлива, вот у меня вчера, например, раз, и новый человек зарегистрировался партнером, классно же, вот, и каждый день проводятся такие вот встречи, онлайн-встречи, да. Сейчас хорошо, видите, я вообще вот провожу все свои эфиры на кухне, это мой личный кабинет, ну а что делать? Вот так, получается так, что я каждый день сижу вот так на кухне, да, провожу свои эфиры, вот. И поэтому, когда, допустим, вот, и у нас же как классно от того, что мы регулярно видим нашего вдохновителя, нашего основателя нашего клуба, да, когда он говорит так, друзья, держимся, я с вами, мы выживем, и все в нашей компании будет хорошо, поэтому в чем-либо сомневаться, да, а какие могут быть сомнения? Вот пришло до этого письмо, и я прям, когда его читала, думаю, господи, вот я с каждого письма, да, я вдохновляюсь все больше и больше, да. Когда, допустим, вот я прочитала письмо, в котором было написано о том, что даже если мы на 90% вот уроним свои объемы, да, то, чего, конечно, не случится так, даже если на 90%, мы все равно остаемся на плаву. Почему? Ну, потому что у нас нету затрат таких, представляете, да. У нас Майкл вместе со своим соучредителем, они основали, когда основывали бизнес, они вкладывали собственные средства, они вкладывали собственные средства, поэтому у них сейчас нету никаких там долгов, либо обязательств перед банками, им не нужно не платить никакие кредиты. То есть, если, да, что-то произойдет, допустим, что-то такое, да, там, они вкладывают свои деньги, да, там, понятно, что у нас есть служба поддержки, они находятся, у них есть офис, и им нужно платить зарплаты, да, здесь, значит, если чего-то недостаточно будет, они будут вкладывать свои средства. Почему? Ну, потому что Майкл миллионер, и поэтому вообще совершенно не нужно переживать за то, что, допустим, что-то у нас будет не так. Тут я буквально вчера, что ли, такая была прекрасная новость, и думаю, надо же, Майкл так быстро вообще сориентировался, что даже в тот момент, понятно, что сейчас эта акция начинает туда-сюда уменьшаться, где-то повышаться, да, Майкл быстро сориентировался, да, и купил акции круизной линии Royal Caribbean. Ну, конечно, вот американское, понятно, что сейчас немножко просили, но это потому, что рынок, это естественно, рынки где-то проседают, да, вот, а он скупил. Вчера, когда мы вот эту вот новость разместили у себя в чате, да, у меня такие предприимчивые партнеры, да, они говорят, «Слушайте, а давайте мы тоже вообще купим, может быть, у нас хватит денег там на какую-то, на одну акцию, какой-нибудь круизной линии». То есть люди, понимаете, как, люди в чате, да, они на позитиве, то есть они на позитиве, вот. Следующее, то, что почему, допустим, вот, какая уверенность в компании, да, да мы потому что прям вот находимся, знаете, ну, как я говорю, как вот на передовой, что ли, в каком плане на передовой. Ну, понятно, что сейчас, благодарю вас, Люци, при встрече вас обниму, спасибо огромное, когда, понятно, что, ну, скоро, там, через сколько-то месяцев, да, опять все границы все подкрываются, стены эти все рухнут, да, там, занавеси все эти вот рухнут, да, и что мы захотим? Мы, конечно же, захотим поехать, мы, конечно же, захотим опять смотреть эти города, по этим морям, купаться в них, да, ходить на лайнерах, так, потому что, друзья мои, вот согласитесь, о том, что, если даже сейчас что-то такое происходит, это самое, там, как бы все закрыто, да, но при всем при этом, мир-то, он же весь на месте стоит, ничего не рухнуло, все города, все дома, все, все на месте, да, даже есть какие-то положительные моменты, такие, как вот, например, в Венеции, да, все каналы очистились, теперь там вода прозрачная, даже еще и лучше, представляете, вот, и поэтому настолько наша компания, да, будет сейчас востребована для тех же самых круизных линий, Потому что кто первый поедет в круизы? Ну, конечно же, мы, конечно же, мы, круизеры из круизного клуба «Инкрузис», мы будем первыми, потому что у нас у всех есть накопление, вот, потому что будут прекрасные вообще цены, цены, конечно же, они и так-то для нас, в общем-то, такие классные цены, да, а когда мы понимаем о том, что, ну, понятно, что рынок просел, да, и нужно будет опять к круизным линиям, нужно будет набирать, так сказать, людей, для того, чтобы, ну, пассажиров, так, Кто это будет? Конечно же, мы, конечно же, мы, мы, главное, оплачивать счет, чтобы поехать, Лиля, да, люди оплачивают счета, мне очень приятно, когда я вижу, каждый день, каждый день приходит оплата, я это вижу, да, вот, естественно, самое главное, оплачивать счета для того, чтобы, как только лишь все это занавес упадет, Конечно, мы что сделаем? Мы поедем в круизы, мы поедем в круизы, мы поедем в круизы, наши партнеры, наши члены клуба поехать в круизы, так, вот, я уже ищу круиз на сентябрь Вот, например, у меня там уже дочь, которая живет в Америке со своим мужчиной, они на октябрь, у них уже круиз тоже на октябрь, там, по Багамским или по Бермудским, или Астралам, не знаю точно, и она точно так же, она у меня партнер клуба, маркетинг-директор, живет в Америке, вот, да, вот, точно так же они уже себе забронировали круиз, они поедут, естественно Поэтому, когда мы, я хочу просто подытожить этот момент, да, когда мы уверены в себе, когда мы уверены в продукте, и когда мы уверены в компании, нам успех обеспечен Вы самое главное, вот это вот помните, знайте, если вдруг что-то где-то там вас подшатнулось, да, у вас есть чат, у вас есть вышестоящие лидеры, да, да вы хоть кому можете написать, вот вам честно скажу, да Хоть кому можете написать, и никто не откажет, вот мне, например, на сегодняшний день, да, пишут многие люди вообще из других веток, из других городов, они пишут там, Люция, выйдите со мной в прямой эфир, приглашаю вас там в качестве гостя выйти в прямой эфир, да, я еще ни одному человеку не отказала Нет, одной отказала, и у меня до сих пор вот это вот сидит в душе, да, думаю, наверное, все-таки я напишу, что найду время, допустим, на следующей неделе приведем совместный эфир, вот Потому что здесь все единомышленники, и если у кого-то что-то такое произошло, да, какие-то такие вот, ну, люди же разные на самом деле, по-разному вообще реагируют на какие-то ситуации, да, вам обязательно, вам обязательно помогут, вас обязательно поддержат Вот у меня, например, сейчас ровно через 10 минут, следующий эфир, я буду выходить в эфир с нашей дамой из Японии, она тоже партнер клуба, живет в Японии уже очень много лет, так, и она будет делиться практиками Что делать, когда, допустим, на тебя какая-то там хандра, грусть, какая-то депрессия, да, то есть для этого тоже есть практики, поэтому просто главное не замыкаться в себе, друзья мои, главное не замыкаться в себе И знать о том, что наш клуб работает, он будет процветать, я в этом уверена вообще, просто вот не знаю на сколько процентов, да А что мне вот очень понравилось, такая вчера тоже пришла, очень такая интересная новость, да, что Национальный фонд Саудовской Аравии купил, понимаете, акции круизной линии Карнивал То есть мы знаем о том, что Саудовская Аравия чем вообще, в принципе, занимается, да, она занимается нефтью, она занимается нефтью, вот, а сейчас она купила акции круизных линий То есть это о чем говорит, о том, что вот Национальный фонд, да, то есть это тот фонд, который, в общем-то, понимает вообще, разбирается в деньгах, да, понимает вообще, где какие бизнесы вообще рулят Это о чем говорит, это говорит о том, что мы находимся в шикарной индустрии, мы просто-напросто находимся просто в шикарнейшей вообще индустрии И поэтому вот сейчас особенно, вот сейчас особенно, да, когда большое количество людей сейчас поостается на улице, вот ваш, вот сейчас примените все свои возможности, способности, свою харизму, да, все, что хотите, просто применяйте, приглашайте людей И ваши команды будут расти, вы, самое главное, имейте вот эту вот внутреннюю вот силу, знайте об этом, просто знайте Не зря же у нас ежедневно, вот в это время проходят эфиры, вот в этой бизнес-онлайн бизнес-школе, так, заходите сюда Если у вас что-то такое, вот вы там где-то что-то подшатнулись, да, пожалуйста, вы просто-напросто заходите потом на ютуб-канал, и там все наши эфиры, они все сохраняются Вы можете взять и просмотреть в очередной раз и вдохновиться, но ни в коем случае не уходите, не уходите, вот, ни в коем случае не уходите Если даже немножко устали, да, да ничего страшного Как у меня дочь говорит, вот мы с ней недавно проводили эфир, она говорит, ну, если ты хочешь, прям вот, потому что сейчас все говорят, там, давайте, перебирайте, перебирайте шкафы, да Если ты хочешь перебирать шкаф, перебирай, но не хочешь, да черт с ним, пусть он у тебя еще два дня постоит неперебранный, ничего страшного, абсолютно, ничего страшного Самое главное, да, вы будьте в ресурсе, если вам не хватает этого ресурса, да, вы смотрите какие-то эфиры, допустим, да, но еще плюс занимайтесь какими-то такими внешними вещами Там йогу, допустим, поделайте, да, какие-то медитации послушайте, потанцуйте, вот, это просто-напросто потанцуйте, Люция, спасибо, очень интересно тебе слушать Вот, просто потанцуйте, я знаю, что делаю утром, да, я вчера на все встаю, как-то так, мне хватает там поспать буквально 5-6 часов, я уже в ресурсе, да Я просто-напросто начинаю танцевать, я включаю музыку, да, и просто начинаю дурачиться И мне вот, и это продает какую-то такую вот силу, это продает такой вот настрой, и это дает мне возможность дальше идти работать Дальше идти работать Я знаю, что здесь сидят партнеры, да, вот, поэтому я призываю, вот, призываю вот всех вас, ну, как бы вдохновлять свои команды, да, вести Инстаграм, участвовать в чатах Общаться со своими партнерами, вот, лично каждому позвоните, пап, спросите, а как у тебя дела, чем ты сейчас вообще занимаешься, чем ты занят Может быть, я могу тебе чем-то быть полезен Я просто хочу сказать, именно вот в это время, да, будьте полезными Вы также такая что-то и очень энергичная Все, спасибо, спасибо огромное Вот, спасибо огромное, что вы были вот на этом эфире, да, я просто вот рада была быть полезной каждому из вас Если что, пишите лично, я вообще вот общаюсь, я достаточно человек открытый, как найти конкретный эфир на ютубе Ой, напишите, ладно, в этом самом, в личку я вот отвечу там, как найти этот конкретный эфир на ютубе Это не сложности абсолютно никаких нет, вот Я благодарна всем тем городам, каким-то даже другим, оказывается, странам, вот Пишите, кто хочет со мной эфир, посмотрим, распишем, вот И что хочу сказать, да, друзья мои, жизнь продолжается Вот моя самая главная фраза, да, жизнь прекрасна во всех ее проявлениях Вот, это просто вот моя коронная фраза Еще и вторая фраза, да, мы все когда-нибудь умрем Ну, мы на самом деле все когда-нибудь умрем, да, но до смерти нужно жить И поэтому ты сам лично выбираешь, как ты будешь жить То ли ты будешь хереть сидеть на диване, допустим, да, то ли ты будешь жить ярко, красиво, сочно, интересно И чтобы за тобой шли люди Выбирайте поэтому Я поэтому говорю о том, что выбирайте на самом деле насыщенную жизнь, да Наш клуб, он настолько нам дает вообще силы Наш клуб настолько дает нам веры вообще в то, что вот красивое, прекрасное у нас будущее Вдохновляйте своих людей Я благодарна всем вам И до свидания Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok